Все, все, все. Я по порядку разбираю каждое слово. Он наобум сказал маленькие слова, что на мощах строят храм, а я правило полностью выставил, как оно полное правило звучит. И что за этим следует? Какие ошибки были в этом правиле? Это ошибочное правило, оно неправильно понимается, а правильно они его не выполняют. Мощи должны быть, но мощи мучеников, и мощи не резали, а просто хоронили, ну, кажется, под полом его могила была, больше ничего не было. Они совершенно не о том говорят. И правило об этом не говорит вышито. Они вывод делают из апостола Павла, я делаю разборку, толкование в эпилакты даю, не свое. Там ничего нету от писания. Это выдумка. И мы не нарушаем, как положено, у нас все сделано. Я говорю, что неправильно, но если положено, у нас все это делают. Я говорю, мощи захоронить, но они у нас в антиминце в алтаре, я же к ним и прикасаюсь. Другой баночке. Ну да. Ну то есть это как правильно написано, или не должно так быть, но просто правило неправильно, и его соблюдаем? Правило это написано неправильно, но мы его соблюдаем. Я это все показываю. Неправильно. Посты, которые у нас идут, они не евангельского устроения. Особенно Петров пост. Но я православный, и вопрос закончен. Я соблюдаю точнейше. Даже растительного масла нету. И все. Но у меня есть ум, я рассуждать-то я могу. Вот у нас на квасном хлебе совершается литургия. Это неправильно. Она должна быть на пресноках, как у католиков. Это были дни опресноков. Но у нас совершается так, как положено у православных на квасном хлебе, так и совершается. Я просто говорю, мы делаем, мы делаем неправильно. Вот у нас подают чаши, в чашки ложечка. Этого не было. Христос подал отдельно чашу, отдельно хлеб. У нас в Евангелии главная книга-то. Откуда бы они знали-то, что говорить-то? Остальное можно накуролесить. Всем берешь за небес, говорит, и все лесом. Ну, понятно, я ему перешлю ответ, как дома буду, перешлю. Идешь. Но ты ему перешлешь, что он не будет так, как у меня, там, с цветными красками-то? Ну нет, он цветными не будет, конечно, потому что он будет обычным. Отдельно красная у меня всегда библейская. И то, что взятое с каноном, другим светом. И что отвечает Пепелак, я взял другим светом. Там вообще... Ну я на поле выстрелил раскрашенный вариант. Ну, ты выведи, как ты его напомнил. Тут слишком многое теряется в светах. Я столько времени потратил на это. Я показал... Ну я, может быть, на поле выстрелил, а ему ссылку дам, он зайдет и все увидит раскрашенное. Я показал, какой вине повинны те, кто это правило составлял. Они нарушили примерно 3 или 4 стиха Библии. Я их показал. Чего мы раболепсуем перед людьми-то? Если бы угождал людям, не был бы рабом Христовым, Павел говорит. Да трясутся, а участь бы излил их в озере Огненном. Бог дал нам истину, дал Духа Святого. Мы обязаны поступать, как Бог велит, а не то, что Ему угодно. Они склонятся все сюда. Пройдет время, они будут по закоулкам искать то, что я говорил сегодня. Ну а вы-то сейчас в сети, если он сейчас начнет писать, что когда будет ответ, когда будет ответ, может я ему скажу, что вы сейчас в сети, и он может выйдет минут на 20 хотя бы... Главное для меня, главное для меня это ты. Без тебя у меня все замерло. Тебя нету, я не дождусь. Молюсь только, Господи, освободи ее хоть маленько-то. Когда ты, у меня сразу оживает все. Люди приходят, вопросы, зарядка фотографий. Тебя нету, у меня все замерло. Я без тебя дохлый. Так они весь день сегодня пишут и пишут люди-то. И вчера тоже. Но ты им скажешь, что, скажи, если бы они захотели на форум, я бы отвечал сразу. Ну приучи на форум, зачем эта прокладка для тебя сделала? Для большинства это большая проблема. Это то же самое, как вам, допустим, научиться пользоваться там, ну допустим, чем-нибудь, чем вы никогда не пользовались. Ну хорошо. Для большинства... Подожди, слушай, ты форум составлял. Все говорят, что вход очень легкий. Ну что нужно-то ко мне применять? Да я не могу работать с атомной бомбой радиоактивными веществами. Я картошку чищу руками. Ну и что? Ну люди-то приходят, каждый день 200 человек. Сколько людей? Ну понятно. Просто зайти почитать-то легко. А зарегистрироваться, допустим, с телефона? Ну человек заходит с телефона, он читать может, а зарегистрироваться. Ну пусть один раз к кому-то обратиться и помогут. Ну я сижу без дела день-то. Я до обеда уже все размотал. У меня же это дело не... Ну я на год это не развожу, ты сам видишь. Да понятно, они вон пишут, они же по пять раз некоторые пишут. Ну когда будет ответ, когда будет ответ? Я на все вопросы ответил. На все до одного ответил, которые были. Свежие, это свежие, которые за день нападали, их уже нападало там много. И причем спрашивают разные. А вот тут один спросил, в находке ваши книги изъяли из библиотеки. Говорит, почему изъяли их? И в общем сказал, что там пришло в библиотеку письмо из патриархии, что там написано, что изъять. И в общем... Там он мне звонил, его Михаил звать, он в редакции работает. Я когда ему сказал, говорю, книги-то мои где находятся? А вы маленько думаете, ой-ой-ой, я ошибся, это не про вас. Я говорю, подожди, Михаил, слушай дальше. Эти книги у президентов находятся. Вы конкретно вызовете на суд и скажете, да нет, это не о вас, речь идет со всеми. Он мне звонил уже. Я говорю, у меня нет времени, я оделся в храм. Это не о вас, не о вас, я говорю. А в первую очередь, патриархия никакого отношения к мирским библиотекам не имеет. Это не превышение, это преступление. Это преступники, если только что делают. Ну, допустим... А звонил-то когда? Сегодня? Сегодня звонил он. Звонил мне без 15 и 4 часа днем. Днем, да? Днем звонил он мне сегодня. Я уже выходил из дома на службу. Ну, он такой на фотографии, то ли Панама, то ли Дякона, я не понял. По-моему, Михаил, да, по-моему. Но я мне телефон ничего не... Да, он мне звонил и сказал так и так. Я говорю, вы серьезно-то говорите, да? Да это все беззаконно. Мои книги у патриарха есть. Книги в библиотеке Ленина, исторической, парламентской. Вы что, умнее их или какое имеете право там это? Ой-ой-ой, нет, он посмотрел, да я ошибся, ошибся. Да это... Я дальше начинаю говорить, нет, подождите, не говорите. Это все ошибка, я не на вас. Я перепутал, перепутал. Я говорю, перезвоните еще один раз. Вот все. Он нас это слово перепутал, раз 10 повторил, прямо отчаянно так. Да я ошибся, что я сделал-то вроде. Он на телефон или в скайп звонил? На телефон. А телефон это мой. Он на меня выходил раньше еще, мы с ним беседовали. Месяцом. А, он. Да, весной еще было. Он работает в редакции. Он не так работает. Какой-то, и при церкви что-то там делает, он такой, я не знаю. У него бородка такая. Он выглядит так прилично. Ну, у нас разговор был хороший. Я его говорю, не могу все книги там посылать. А они в вашей библиотеке в находке. Это на Японском море, считай. Там сходите. Ну, вот сегодня он мне это выдал, и он забил меня прям. Я что хочу сказать, он, нет, нет, это не о вас, не говорите, не надо это все. Я ошибся, ошибся. Ну, вот это все. А вы телефон, это разговоры на диктофон не пишете? Тут тоже может быть. Я не знаю, как писать даже. Мне не научили. Ну, как, ну, взяли диктофон в руку, нажали кнопочку и подставили туда, где у вас ухо, и все, и пишете. Ну, это надо показать один раз. Ну, в общем, так, я тебе разговор передаю. Это оказалась ошибка. А если это не ошибка, да, это было тогда. Патриархия, она преступница здесь. Она к мирским библиотекам никакого отношения не имеет. Вот они в школу лезут, везде АПК там. За это они будут кровью харкать очень долго. Это нарушение Конституции, основного закона российского государства. А они, Патриархия, никакого преимущества не имеют ни перед яговистами, ни перед баптистами. Это все граждане одной страны. Они просто обнаглели. В армию там, везде посылают. Они за все это будут отвечать. Мне давали льготу, я говорил, дорогой ехали, задержат. Сказали, свидетели Егорова, узнали, что православные, КГБ задержали. Руки жмут, помогают, библиотеку идите, пока не закрыли там и прочее. Я говорю, ой-ой-ой, какую беду наделали. Ну, понятно, да. И мои эти слова растащили по всему интернету. Лапкин правильно говорит. Я говорю, мне льготу, конечно, мне приятно, мне дорога, зеленый свет, потому что я православный, меня оболгают. Но мы перед государем, батюшкой, мы одни его дети. Для нас Путин это как отец. Да. Ну, ты понимаешь, что-то... Путин, да. Ну, Путин для нас для всех одинаковый. Закон один для всех-то. Какое я имею право преимуществом пользоваться? Землю отдавать, регистрироваться. Мне говорил тогда отец Николай Войтович, вас никогда не зарегистрируют. Нас зарегистрировали? Я приходил туда, водил вестиции. Это они говорят, добиваются. Но, говорит, они так хитро идут, чтобы их не ущемили нигде. Ну, а как мы имеем право не регистрировать? Мы имеем регистрацию государственную, отдел юстиции, отдел регистрации. Это министерство юстиции. Ну, и что? Да ничего, опозорились уже. Они пакостники. А другие сидят и спрашивают, говорят, ну, а какая разница? Православные... Да так говорят. Эти, говорят, еще не делают, а вот у лапки. Но у него, говорят, все так, как в Библии написано, делают. Это мне Иван Егорыш Масюта там говорил. Так, сейчас ты когда придешь, чтобы выстроить-то для меня? Ну, да, только нам. Во сколько? А? Все, я на работе говорю, некогда тут особо. Да, я тебе хотел сказать. Ты говорил там, это... Слух-то с тобой можешь говорить? Никто не подслушивает? Ну, сейчас нет. Ну, иногда бывает кто-то там входит, заходит там. Ну, не важно. Значит, ты говорил, что много надо просматривать этих видео. Так тебе зачем все-то? Тебе только на свой зал надо брать, и все. Что делать? Ты говоришь, тебе много надо видеозаписей, чтобы потерю найти, и надо много просматривать. Так ты все... Какую потерю? А? Какую потерю? Ну, плашет-то украли какой. А, а этот-то? Ну, так... Да, много видеозаписей. Ну, так зачем за все записи? Тебе... Бери только те, которые направлены туда, где оно лежало. Да оно там толком не направлено, в том-то и дело. Поэтому надо просматривать все за весь день. И пока ничего не изменилось? Ну, пока нет. Помоги тебе, Господи. Ты заставляешь меня страдать за тебя. Ну, еще бы. Твоя потеря, это как моя потеря-то. Я бы был богат, я бы возместил, но у меня ничего нет. У меня ничего нет. Мне думать надо о поездке следующего. У нас ничего нет. Нам нужно сейчас только 11 тысяч евро достать. Умножь на 40, что получается. Получается полмиллиона только на евро. Это на поездку нужно, да? Это только на евро, не считая на наше содержание и на дорогу. В России. Это еще примерно 300 тысяч надо. Итого 800. А у нас ничего нету. У меня только одно есть. Доверие Божие к Богу. Я молюсь и получаю ответ. Получаю все, что мне надо. На меня смотрят. Или как на юродива, или как на пророка. Как вам так Бог отвечает? Да так, в Духе Святом. Я получаю от него ответ и делаю, что надо. Ты помнишь, что тебя нету, и я застрял. Я сижу, ничего нет. Ну, как бы сделать, чтобы напрямую ты меня не шли. Тем более отец стерги-то. Ну, неужели ему трудно? Это только вам давать логин по вы, чтобы вы заходили и сами видели, когда сообщение приходит. А больше как? Никак. Ну, а подумай еще как. Больше никак. А тебя не будет, и все, сдохло, ничего не будет. Я потерял все. Ну, почему? Люди допишут, просто туда они пишут, потому что они там есть. Поэтому... Я ответил сегодня не менее, наверное, семи ответов. Самые маленькие какие были, я все ответил. Хорошо. А ты уж переправляешь и говоришь, что у меня все это в цветных легко считается. Особенно ответ Дудину о мощах. Я дал подробнейший ответ. И ты на него ссылайся о мощах. Хорошо. Он дал ссылок на мои материалы, в которых все ясно. Это примерно около ста ссылок. Отдельные материалы. У меня ушло несколько лет, чтобы подготовить эти вопросы и ответы. Я рассматриваю 1173 жития святых. И из них конкретно выбираю, что по теме он спрашивает. Не просто я жития дал ему, а именно в житиях. А жития бывает 51 страница. А требуется для ответа всего только, может быть, строк 10. Но я их должен знать где в каждом житии. Ну а этот он как на тебя скинул-то, с Александром-то беседовал-то. Это хороший разговор-то. А что, а это переписку-то эту? Да. Которую я скинул? Ну да, это очень важно. Это твоя тут заслуга тоже. Да. А это же было-то... Как, вы знаете предысторию? Сначала этот Александр вышел на меня. Это было еще в октябре. В ВКонтакте он вышел. Вот. Потом он начал распространять ваши видео. Вот этот Александр. Этими видео он наткнулся на отца Сергия. Он наткнулся Александром. Отец Сергий увидел видео с вами. Полез в интернет. Нашел эту статью. Вон ту, которая там всякие... Пишут, а не понять чего. Переслал эту ссылку Александру. И потом вот так вот оно пошло, что отец Сергий узнал... Потом я размещаю этого Сергия, который больной, информацию. Он на него выходит. Уже отец Сергий, когда уже эта ссылка. Теперь отец Сергий уже с вами связывается. Уже отец Сергий положительно. Да, все. А тут Александр теперь уже этой ссылкой там объелся. И уже все. И он там теперь уже эту ссылку уже он распространяет. Теперь уже, когда отец Сергий уже все, уже, ну, уже такие слова пишет. Да, что... Я говорю, да кого-то Александр, которому вы ссылку-то давали. Говорю, теперь он распространяет. Я показываю конкретные места на канале на Ютубе. Где он берет и прям людям рассылает. Этот Александр уже. И отец Сергий быстро прям там с ним разговор провел. И все. И тот пишет прям вот эти слова-то, что прошу прощения там, брат во Христе, Игнатий. Да, там вот это. Ну, читали, может, я до этого присылал. Я все прочитал. Я батюшке отцу Акиму сегодня считал. Это Господь делает. Они пока еще не понимают, что Дух Божий уже работает в их сердцах. Да, и уже, в общем, и отец Сергий тут хорошо теперь помог. То есть он в ту сторону тогда помог, да, когда сам не знал. Александра подбил на это, что распространяет эту ссылку. А теперь в обратную сторону помог, что теперь уже все нормально, в общем. Тут если страх Божий есть и желание спасти душу свою, а они все будут на этой стороне до единого. Но который уже прописан в аду, он оттуда не вылезет. Ну да, который, по крайней мере, понимает, для чего им это. А если кто просто как на работу ходит, то да, то, может быть, там, конечно, и это. Потому что есть такие, которым это... Прямо в конце-то говорит, что нам только надо, не надо мешать ему. Да, да, вот это тоже мне понравилось, да. Что это, наверное, единственный человек, который это может там сделать, это, ну, как там написал-то, не помню. Ну да. Наверное, единственный человек в России, который там, ну, в общем, в общем, там, да, я читал эту переписку и вам переслал, и, в общем, там хорошо написано все. Очень даже. Ну, а я вот этот ответ дал по мощам. Я говорю, что, может, кому-то там не понравится, но я не имею права не говорить. Я обязан сказать, потому что так говорит Господь Бог. Я им те слова... Вы себе эту переписку-то сохраните, вот эту переписку себе, и после нее вот это сообщение Александра, которое я первое прислал, вот это вот, последнее-то самое сообщение, которое я прислал в начале, где он там вас прощения уже просит. Ну да. Планите себе там ворт или куда сохранить, чтобы он не потерялся. Ну вот эту-то я сохранил, они у меня те тоже есть. Ну, благослови... Да, но там вот самое последнее, когда он уже вам пишет, как бы, этот Александр. Ну да. Он же поначалу-то, по фотографии-то помните, он когда-то задавал вопросы, Если посмотреть в этой теме, он задавал вопросы, а потом отец Сергий эта ссылка отбил. А теперь вот наоборот, уже все нормально. Тут такой Сергий был, его сейчас нету. Он отправлен за границу. Интересно, Ольга, ты же ее знаешь, когда он пришел сюда, я у него потребовал паспорт и вставленную грамоту. А потом, когда уже, а он пришел за книгами для отца Андрея Кураева. И пришел, говорит, она говорит такими словами, афиногенные в самом положительном смысле. И он, я гляжу в этом, в черной сотне выступает, везде все защиту. Вы не думайте ни о чем. Вот пройдет несколько лет, и Лапкина будет канонизировать. Что им не нравится, уберут, и так же будете считать. Я до того смешно. Вообще. Православный Ханнер, надо что-то ему пощупать святыню руками. Чего смеяться-то? Я освящен, да, я святой. Святой в смысле омыть кровью Христовой-то. А по себе-то я грешник. Я грешник, увлекающийся человек. Но грех это не тот грех, который я к нему льну, а просто так, говорит, а пыль наседает на голову. Мне грех любой противен, какой бы он ни был. Ну, надо просто понимать слова, и как толкуют святые отцы. А они толкуют святые отцы-то, а сами не знают. Коснулось правил, а он прямо говорит, что Игнатий-то их знает, эти правила-то. Я его проверил. А кого проверил-то там? Смешно даже. 719 правил, он два правила спросил-то. А их 989, я почти все наизусть знал, где правила. Я занимался несколько лет, и Бог дал мне память. Так я не для того, чтобы знать, а как... Я нашел каждое правило, где выполняется. 413 правил нарушается в церкви патриархии. Каждый день. 413, ну вообрази, что это такое? Да. Ну, и они, когда узнали, что я это сделал, то это было в Америке, в этом Жорданвильском монастыре. Так они как взахались, давайте нам скорее этот материал. Я дал знать патриархии, я тогда издательском отделе работал... Просвирин, кажется, что ли, Иннокентий. Как он тоже... Я немедленно должен издавать это. Самый престижный, это настольная книга священнослужителя. Восьмой том хотели поместить-то. Но у меня не отработки было, плохо... И они материал держали-держали, не могли разобрать. Там такие у меня... Ну, бледный был экземпляр, и обрезанный неаккуратно. И вернули назад. Но я потом все это издал. Издал сам. Это Бог так делает. Я соглашаюсь на очень многое. Старобрядцы предлагали тогда мне издать то, что вот они... Мои газеты были отдельные, вставки там о крещении. Но чтоб только я согласился, что не будет после Никона. Чтобы на Игнатия Бричининова не ссылался, на Кронштадтского не ссылался. На Феофана, на Затворника не ссылался. И я на это согласился. У меня там материалы без этого хватит. Но они как-то что-то там, не знаю, не смогли сделать. И тогда я издал уже к истинному православию эту книгу. Уже все полностью. И Бог так это сделал. Уже все святые отцы у меня там после Никоновских все вошли. Потому что, ну, Тихон Задонский, как я могу выбросить, сказать, что он плохой, когда он хороший. Ты меня видишь? Сегодня какой-то один спрашивал тоже про какого-то святого, я не помню, как митрополита какой-то. Ну, это я... Какой? Ну, что я не помню, так не буду говорить на память. В общем, сегодня... Ну, что-то я не помню про какого-то, знаете ли вы про Игнать какого-то. Не помню. Я хотел спросить, у тебя... Ты меня видишь сейчас разговариваешь? Вдите, да. А! Ты меня видишь или нет? Холос был сегодня. Я не могу сейчас посмотреть, потому что у меня на телефоне... Да мне можно глазок закрыть, да? Да я не смотрю, у меня телефон около уха, я не смотрю. А-а-а, ну ладно тогда. Ну, что, я жду тебя, во сколько ты придешь? Смотрите, я видел, что там что-то шевелится, видел. Тебе ночью-то ходишь... Ты ночью ходишь, тебе не опасно ходить? Да нет. Что тут трясло? Да я тебе хотел... 11, наверное, придешь. Как у тебя Виктория-то? Тут видите, дело какое. Я тут, я же на практике смотрю все это. И получается так, что в основном-то Россия в европейской части. И народ вот, вот я как делаю, я, ну как вы говорите, вот не теория, да, вам важна, а практика. Я вот тоже на практике идут. Вот. Я каждые два часа выставляю материал. Ну, то есть, вот эти фотографии с текстом, там, неважно. Ну, я выставляю каждые два часа. Я вижу, когда народ обращает на него внимание. И вот, если я выставляю материал, допустим, в 9 утра, в 11 утра, в час дня, то там почти никто на него не обращает внимания. В 3 часа уже начинаются некоторые люди. В 5, чуть-чуть побольше. В 7, в 9. И вот, когда прихожу домой, начинается бум буквально. Вот, как будто народ начинает в 11, с 11 до часу ночи прям лезут и лезут и лезут и лезут, прям пачками лезут. Это говорит о том, что они в основном с европейской части России. То есть, когда с работы приходят москвичи. Москвичи, Украина. И они вот тогда все начинают лезут. Когда мы уже ушли, они как вот прям как будто очередь выстраивается. Они лезут, 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 лезут. Я никак спать не могу уйти, потому что они... Один, второй только... Одного возьмешь там что-нибудь сообщение, еще смотришь, пришло, еще. А мне же нужно вам все на выставлять. Я выставляю одно, смотрю, еще два пришло, выставляю еще. И так до 2 часов ночи бывает. В общем, они в это время все выходят. Так, я тебя спрашиваю о делах домашних. Виктория-то видит, чем ты занимаешься? Она как там? Ну как, времени ей не уделяю. Пожалуется, надо ей время уделять. Вот я прихожу и сразу за компьютер. А по Вере, вот то, что чем ты занят, ей это не претит? Ну что будет, ей не претит, конечно. Но дело в том, что ей времени совсем не хватает. А ей тоже я нужен. Нет, а уделяй время, ты скажи, садись рядом и помогай. Помогай, другой телефон ей купи, пусть она принимает. Нет, ей хочется со мной пообщаться. Вот она и общается как раз с тобой. У меня, Надежда Васильевна, вот через стенку-то позвонит. А Володя рядом сидит, спиной-то, ну полтора метра рядом-то. А мы через космос послания шлем друг к другу. Ну, понятно. Ну ладно. Я тебе накидал сегодня вопросов, какие ты можешь задать-то. Ты получил их? Да, и мне некогда было. Вы знаете, как я... Я бывает в два-три ложусь, не высыпаюсь даже. Ладно, ладно. Ты обязательно высыпаешься. Хоть не шофер ты, а шофер должен высыпаться. У меня, видите как, у меня кто быстрее, тот и съел. То есть у меня так, что я вот хожу как сонный, я просто меньше обслуживаю людей. И поэтому зарплата у меня падает. Это прям уже заметно, в октябрьская зарплата у меня уже... А как это? Сколько ты продал, не продал? От этого зависит. Да, а я когда сонный, я не успеваю обоспевать. Ну это не годится. Ты давай обосыпайся. Отошел, да? Алло. Да все, дай ему отдохнуть. Что ты сказал? Я говорю, дай ему отдохнуть. Он у меня вышел, я его что-ли трогал? Он говорит, спать охота. Надо, чтобы он отошел. Ты далеко там? Я не слышал звука отключения. О, слава тебе. Да, зашел.